За 7 секунд до окончания третьего периода Чернянка забивает шестую шайбу в ворота хоккейного клуба «Бойко» из Харькова. Счёт 6-5 в пользу Чернянки. На воротах команды фаворита Александр Верченко. Впервые он взял клюшку в 13 лет, когда в школе зимой заливали коробку. Год назад в посёлке построили ледовую арену. Появилась возможность заниматься чаще и привести в хоккей сына. У меня сын вратарь, тоже 6 лет вратарь. На данный момент проходит турнир в Губкине, он сейчас там играет параллельно. Мы любительские занимаются. Я надеюсь, что сын профессионально будет заниматься. Несмотря на то, что игра требует значительных материальных вложений, к примеру, экипировка вратаря стоит около 100 тысяч рублей, с каждым годом желающих выйти на лёд с клюшкой и шайбой и попробовать свои силы в любительской лиге становится всё больше. У нас как бы существует наша Староскольская хоккейная лига. В ней сейчас 8 команд, может ещё добавиться. Мы проводим ежегодно чемпионат свой. Турнир Кубок Победы стал завершающим в этом сезоне. Планы Староскольской любительской хоккейной лиги на будущий сезон уже известны. С октября начнётся открытый Кубок Старого Оскола. Марк Борисов, Сергей Кириченко – такой день на мире Белогория. Марк Борисов, Сергей Кириченко – такой день.